Уже 10 лет в Приднестровье существует горячая линия, на которую могут обращаться все, кто собирается выехать за границу на заработки. Сегодня мы решили узнать больше об этой службе поддержки. У нас в гостях директор общественной организации взаимодействия Оксана Степановна Алистратова. Доброе утро, Оксана Степановна. Доброе утро. Оксана Степановна, первый вопрос. Кому вы можете помочь? Собственно, для чего существует горячая линия? Кто может обращаться? Изначально горячая линия создавалась для того, чтобы идентифицировать жертв торговли людьми и помочь людям, которые собираются выехать за рубеж. За рубеж люди выезжали по разным причинам, не только по трудоустройству, но и в гости, и туризм. И зачастую люди обещали легкий выезд, и трафиканты использовали незнание людей о правилах миграции. В особенности, конечно же, когда люди хотели выходить на заработки, то им говорили, давайте документы, или мы вам в долг купим билеты, или еще что-то. И тогда пользовались такими инструментами, как доверие. Вот люди доверяли. И чаще всего это были или друзья, или знакомые. Но люди также доверяли и незнакомым людям. На сегодняшний день ситуация немножко изменилась. Люди свободно выезжают за рубеж, они уже прекрасно осведомлены о том, какие нужны документы. Но трафиканты, преступники, эти группировки, они имеют транснациональный характер. И они людей здесь набирают и убеждают, а там встречают и уже там забирают документы, не здесь. И люди в долговую кабалу влезают не здесь, а там. Жертвы торговли людьми, вот мы ведем постоянно статистику, совместно с Международной организацией по миграции, эта горячая линия работает при поддержке Международной организации по миграции. Получается так, что у нас, что в 2004 году в год было 25 человек жертв торговли людьми, что сейчас примерно такое количество, например, в этом году 14 мы зарегистрировали, только наша организация идентифицировала. Но кроме этого люди еще и не говорят, потому что они сами себя не считают жертвами торговли людьми. Им кажется, что они случайно попали в неудачную ситуацию. Возвращаются как могут, уже только самые такие невозможные ситуации для человека. Мы уже подключаемся, потому что и родственники к нам звонят. Но чаще всего с какими вопросами звонят, что задают, с какими вопросами задают? Да, значит, всегда, когда только что-то начинается, нам звонили, а кто вы такие, а что вы делаете? Примерно вот такой же вопрос был. Сейчас люди уже звонят с конкретными вопросами. Такая высокая грамотность у людей проявляется. Они интересуются именно по вопросам миграции в Российскую Федерацию в основном, документы, визы. Ну, люди наши стали как бы более... Сознательными, что ли, да? Более информированными, да. И относиться к себе стали очень, ну, так бережно, да? Оксана Степановна, вот по поводу статистики, понятно, что сейчас все-таки увеличилось немного. Это за 2016, я так понимаю, да? Да, за 2016 год статистика. А какая страна наиболее активна, скажем так, вот в этих звонках? То есть я имею в виду, куда меньше всего нужно стараться попасть? Не надо бояться ехать, нужно знать, куда едешь, какие там бывают условия, какой язык. Наиболее, как бы, люди больше всего интересуются, это Россия, естественно, Турция, Арабские Эмираты. Я принесла вот статистику, и хочу вам сказать, что вот за 5 лет последних, да, вот из 10, я скажу только по 5, за 5 лет было принято 3650 звонков. Да, это много на самом деле, да, это значит, что вот каждый человек получил ответ на вопрос про свое дело, личное дело свое, это очень важно. Хочу сказать, что из 3650 это только вот вопросы общего характера. Кроме этого, еще 1651 звонок, это СОС-обращение, то есть когда человек в ситуации СОС, это очень тоже высокий показатель. И для нас радостно, что мы действительно полезны людям. Мы не требуем никакой оплаты, это бесплатно абсолютно. Люди могут звонить с 8 утра до 10 вечера. То есть это не обязательно попасть в рабочее время, когда ты, собственно, не имеешь права. Ежедневно и выходные дни там работаем. А назовите, пожалуйста, номер телефона, может, кто-то наши телезрители не знают. 0800-58, этот звонок бесплатный, да. Оксана Степановна, скажите, пожалуйста, было ли в практике вашей организации, горячие линии точнее, какой-то интересный случай, о котором хотелось бы рассказать или поведать? Были ситуации, когда пожилые люди здесь долгое время находились, у них были сложности с документами, потому что они сюда переехали еще в советское время, и как-то не было у них прописки, все как-то в инвалидности уже, человек в возрасте был. Ну, нашли мы ему родственников, его в России, и он уехал. И рады были, что воссоединение было, и рады были, что они сказали, любой, больной, инвалид, любой, давайте сюда. Это очень приятно. В общем, самое важное, что мы, в частности, узнали сегодня, наши телезрители, что не стоит бояться вам звонить. Нужно, да. Да, предостережение – это очень важная вещь. Да. И номер телефона 0800-58. Да. Есть правило такое, предусмотрительность никогда никому ничего не помешала. Почему бы не воспользоваться, тем более мы здесь рядом. Оксана Степановна, спасибо большое, что посетили нас этим утром, что рассказали такую важную, полезную информацию. И мы хотели бы вам вручить подарок от наших спонсоров косметической компании ТНД. Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое вам. Здорово. Надеюсь, нам удалось сегодня заставить кого-то, кто собрался выехать за границу, задуматься. Ведь сделать предусмотрительно всего лишь звонок на горячую линию совсем просто. Зато этот звонок может стать решающим. Будьте бдительны. Ну а сейчас смотрим гороскоп. Осенние и зимние знаки уже заждались своей очереди. Настало твое время, Ира. Да. Продолжение следует. Продолжение следует.